Столько гостей разом в этом доме еще не видели. И как полагается, визитеры не с пустыми руками. Игрушки, одежда, канцелярские принадлежности. На полу небольшой комнатки, где живет отец с двумя детьми, уже не хватает места для пакетов с подарками. Чтобы все это собрать, лицеистам понадобилось лишь несколько дней. Кому-то помогали родители, кто-то пустил на благое дело свои карманные деньги. К слову, школьники уже не первый раз в роли добрых волшебников. У нас в лице ежегодно проходят акции эстафеты добрых дел. И в этом году мы решили помочь вот этой семье. Потому что они точно такие же дети, как и мы. И тоже нуждаются в одежде, в канцелярии, в каких-то еще игрушках. Наш классный руководитель увидел сюжет про эту семью во время новостей. И поэтому мы вышли на них и решили помочь. Немного ошарашенные, но счастливые от таких подарков маленькие Азиз и Амир тут же принялись распаковывать и рассматривать игрушки. Их отец Джамалидин, который пытается отстоять свое право на получение материнского капитала, признается, что чувствует некоторую неловкость. Но в то же время очень рад, что обычные нефтекамские школьники такие отзывчивые и чуткие ребята. Пять лет я никому не обратился. Мне самому стыдно, как мужика. И я не ожидал, что весь школа придет. А с другой стороны, я очень рад, что есть такие хорошие люди, которые на первое моё интервью поняли и вот пришли к моим детям. Вот сколько подарок их взяли за это. Мне очень, с одной стороны, приятно стало, что такие добродушные люди есть на этом свете и понимают. И говорят, что я могу больше сказать. Спасибо огромное. Напомним, что Джамал один воспитывает двоих сыновей после того, как от них отказалась родная мать. Отец-одиночка признался, что после выхода в эфир сюжета началось какое-то движение. Его историей заинтересовались чиновники, депутаты, федеральные телеканалы. Джамал надеется, что ему удастся получить господдержку, и он сможет обеспечить достойным жильем своих сыновей, которым через несколько лет предстоит пополнить ряды российской армии. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Время новостей. Марина Медвинская, Валерий Зазулин.